50 годов творчей деятельности отзначил музыкант и композитор Владимир Брайловский. У гонор-юбиляра у Могилевским музычным колледже собрались и его сябры. Музыканты, солисты, творчие люди. Под час святочного концерта пригучали веншаванни, историю из творчего життя и музычные творы Владимира Брайловского. По устагодде творчостей за гидый час написаны сотни музычных творов у Тымлику, створены и значные театральные постановки. Если приходит какая-то, допустим, театральная музыка, приходит какая-то идея сценарий, я уже этот сценарий поворачиваю по-своему и предлагаю режиссерам какое-то решение. И так было со всеми спектаклями, которые я написал. Больше 25 спектаклей музыку я написал, когда я работал в театре. И еще одна с дольностью Владимира Вениаминовича – организация концертов. Это не меньше творчая работа, чем композиторство, упылненный юбиляр. Не важно, там это 50 или 25, понимаете, или 100 лет, да? Это его праздник, понимаете, потому что это он все сочинил. Это его праздник. А мы придем как слушатели. И просто помогаем ему осуществить его мечту услышать все это живьем. Все роды гостей, что приехали повиншовать Владимира Вениаминовича, белорусский композитор Игорь Лучанок, народная артистка Белоруссии Нина Шаробина. Себры означают, что тут, в Могилеве, Брайлоусским створена особливая творчая аура. Я всегда, когда приезжаю на родную Могилевщину, это волнительно всегда. Потому что я сейчас повидалась с многими людьми, которых я много лет уже не видела. И всегда эта ответственность увеличивается, когда поешь у себя дома. Кольки творов, стольки и истории про их створение. Вечерина просякнутая и музыкой, и вспоминами. А вось планами, як соправдный мудрец, юбилер не делится. Задумки есть, а значит, будет и музыка.